Макушки светятся краснотой. Деревья как бы наполнены этим закатом. Их шапки окутаны этим закатом. Так и теперь то что я приостановил это деревья. Их заснежены в инии. Потихоньку синий начинает от желтого зеленеть. Поэтому по мере зеленения добавляю розовый. Розовый съедает эту зелёность. Эффект множества веток легко достигается этим инструментом. Опять же если бы мы писали... Пытались бы без подкладки вот этой акриловой сделать эту работу. То нам бы пришлось дать высохнуть в работе для того, чтобы даже вот эти тоненькие веточки проводить. Потому что нам бы понадобилось плотно заслонить, положить небо плотно. А так у нас эта плотность относительно невысокая, поэтому в эту плотность легко входит, как в работе уже по сухому, когда мы откладываем работу на высыхание. Примерно такое же количество краски входит. И это дает возможность немедленно приступить к выписке. Раз белый то черного, то чуть с синим, то кустец торчит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ультрамарин с розовым. Субтитры создавал DimaTorzok Тоже чуть подпачкано травинками. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Разбил и с желтотой... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще сильнее желтота... И ее разбил... Слегка полосатится... Обозначая плоскость воды... Продолжение следует... Дымочек тумана... Продолжение следует... Так... И наконец... Полосочки... На воде... Обозначивающие... Эту... Плоскость воды... Всегда найдется... Чему... На воде... Полоснуть... Все... Не знаю... Мне нравится... Прошу... Любить и жаловать... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...